Только что вышла с метро Карапоткинская, слушайте, так прикольно. Я, честно говоря, сразу даже не догадалась, думала, билет на теплоход ребенок подсказал. На теплоходике, видите, как это моторикша. Даже не мото, там можно педальку, по-моему, крутить. Слушайте, это прикольно. Точно ты садишься, и тебя везут. За тебя там педальки крутят. Ощущение, что ты едешь по Москве на теплоходе. Слушайте, классно, не знаю, кто придумал, но прикольненько. Ой, сколько сегодня иностранцев, столько экскурсий. Вообще класс. Что-то у нас там так интересно съемки. Класс. Сейчас пройдемся, дождемся своего сигнала светофора. Слушайте, погода сегодня божественная, настроение хорошее. В общем, мы решили вновь прогуляться по своей любимой Пречистинке. Мы наконец-таки перешли. Здесь у нас еще какие-то съемки идут. Сейчас посмотрим, что интересного. Что-то... Ой, нельзя изменить, пожалуйста. А это что-то съемки. Я думала, тут просто иностранцы делегации. А сейчас я выключу. Я говорю, что сегодня столько вообще иностранцев и семейными парами, и группами. И очень много школьников. Слушайте, так приятно. Москва живет, погода классная. Цветет сирень. Вот такие замечательные каштаны. Слушайте, тут так здорово. Нас попросили не снимать. Конечно, снимать мы не будем. Там идут съемки сериала. И народ, знаете, вот здесь вот в кустах сирени со столиком. Вы помните, в советское время нас пиво? Все. Да, слушайте, я очень извиняюсь. Сразу не догадалась. Думала, такие прикольные столики. Так классно. Нет, не надо. Еще не хватало. Вот, оказывается, снимают сериалы. Это столики для сериала. В общем, нет, сыночек, нам не надо в кину. В общем, очень здорово. Пречистинка, как всегда, живет. Москва полна народу. Очень много. О, видите, готовимся к съемке. Слушайте, так здорово. Вот, видите, еще одних школьников ведут сегодня. Вообще, очень много экскурсий. Все, ма, звали на автобус уже. А, нет, погода классная. Мы сегодня опять гуляем пыльском. Нет, сын, я не поеду. Все, я не поеду. Ой, как же замечательно. Ребенок, честно говоря, просто уже тянет. Поскольку я ему обещала, что мы посидим в кафе. Немножко передохнем. Да, так как он здесь уже знает каждое здание, каждый горельеф. И, конечно, мы приехали, говорю, очень долго ехали издалека. Сегодня, по крайней мере, наш путь был издалека. Вау, что-то там такое случилось. Камаз взорвался. Что-то непонятно. Камаз взорвался. Надеюсь, что нет. Просто у кого-то что-то лопнуло, и сработала сигнализация. А мне показалось, что Маза взорвалась. Да, что-то какой-то запах уже на резину. А что-то у кого-то просто лопнуло. А, резина лопнула. Да, наверное, у кого-то резину лопнула. Я думаю, у Хамаза. Потому что тут как Хамаза. Птицы летают. Птицы суперские. И погода сегодня просто располагает. Если кто не поехал за город, конечно, это обязательно прогулки по Москве. Или по Примосковью. А, да. У самосвал что-то творилось. Расмотрел самосвал. Ну, вот, видишь, нашли неполадку. Самосвал просто лопнуло. Шина, конечно, звук был. Просто перепугались. Вот и все. Может, посмотрим, что-то? Нет, там ничего такого просто. Шина лопнула. Ой, смотри, что шина лопнула. Ну, ты не снимай. Вот у право хамовники. А, слушайте, я думаю, странно, что я не видела у право хамовники. Это же совсем недавно отреставрированный фасад. Класс. Вообще, Причистинку сделали, конечно, за последний год просто замечательно. Поскольку я уже в течение пяти лет здесь бываю практически каждую неделю. Может, пропустим детишек с экскурсией. Вот, поэтому Причистинка, конечно, сделана замечательно. И с каждым, как говорится, днем здесь еще добавляются здания, которые не были приведены в порядок. Это были там вот грифы, которые тоже требовали облагораживания. А, вот сюда детей привели. Замечательный выставок. Вот почему они обсуждали масленицу. Вот почему. Мы здесь тоже отмечаем масленицу. Смотри, как здорово. А, видишь, мы застали ту же экскурсию. Только у них другая. Мы здесь масленицу тогда отмечали, а у них просто экскурсия. Есть? Да. Класс. Ты же знаешь, как здорово. Ну, посмотрим. Пожалуйста, мёстик, бросим. Аккуратно. Ой, слушайте, как здесь здорово сегодня. Ау. А ты говоришь, сейчас мы пойдем дальше, сыночь. Такой же не каждый день. Конечно, надо было ребеночку сначала купить булочку. С обещанным кузыном филе. Ой, слушайте, как сегодня здесь здорово. Это мы удачно пошли погулять по своей любимой предчистинке. Жень. Ой, как... Слушайте, кто находится рядом, зайдите обязательно. Обязательно зайдите, кто идет мимо к Толстому. Сегодня здесь действительно интересно. Скажем так, интересно здесь всегда, но сегодня немножечко особенный день. Очень приятно. Ну что, пошли? Посмотрите, как сегодня здорово для детей здесь будет экскурсия, которая непривычная, как и обычная. Мам! Ставим на пазу, чтобы пропустить людей. Здесь хлеб. Просухов. В общем, сегодня, как говорится, здесь такой необычный день. Копии древних. Змей, Ди, Латунь, Бронь. Классно. Слышь, как классно. Сыночек, ты бы лучше посмотрел, как здесь здорово. Идем, идем, сынок. Конечно, очень понимаю, что если вы прогуливаете с детьми, то их нужно сначала покормить. Все, идем. Катюнки будем дальше. Пошли. Да, в общем, сегодня. А, фестиваль. Я, видимо, дочитала. И вот так вот они классно подготовились. Но вообще здесь все время у них, как говорю, вот мы неоднократно со старшим сыном и с младшим сыном. Ну, естественно, это была организованная наша академия искусств, куда мы ходим, Масленица. Здесь, конечно, потрясающе. Да ты что, вижу. Да, сегодня, кстати, можно позавидовать в этой группе детишек. Они сегодня идут в музей, и необычно. Сегодня на территории у них будут мероприятия. Для них, между прочим, видишь, как здорово там все организовали. Привезли свежевыпеченный хлеб. Там, в общем, будет очень-очень-очень интересно в таком прям настоящем русском стиле. Да, действительно в стиле Льва Толстого. В общем, здорово. Убираю, сыночек. Мы уже подходим к пункту назначения. Вау! Вот так все, автобус сегодня сделает. Видишь, сегодня одни звуки. Там птицы поют, там шины лопаются. Туда автобус. Ой, слушайте, вообще, конечно, красота неописуемая. Я вообще очень, естественно, люблю гулять по Москве пешком, как, по-моему, все это делают. Все обожают. Ну, конечно, пречистилка. Ну, возможно, просто так получилось, что я практически каждую неделю здесь хожу уже даже нету в течение 5-8 лет. Вот, и, конечно, я вижу, как она меняется с каждым просто днем. Вообще потрясающе. Ну, потому что чуть дальше у нас будет доходный дом. Сейчас он, естественно, жилой. Там уже даже внутри, видите, просто времени мало. И ребенок, конечно, хочет кушать. А потом он действительно эту часть Москвы знает наизусть. Там, конечно, можно прогуляться, кстати. Кто наизусть? А вот раньше, если пречистинка, как бы начинали делать только фасады, то сейчас уже, да, если вы сворачиваете в переулки, там тоже уже большая часть фасадов приведена в порядок. В общем, очень здорово. Действительно, еще такой солнечный день. Прям вообще Москва прям светится. Даже если сравнить, если я не ошибаюсь, по-моему, в прошлом году я снимала видео, да, я совершала такую прогулку от почтамта до Храма Христа Спасителя. Конечно, видно даже за год, какие здесь произошли изменения. Как здорово. Здорово, сынок. Ой, надо обязательно пригласить на прогулку маму. Она здесь, она очень, как бы, хорошо знает Москву. Кого? Очень любит все вот эти вот, она их наизусть, по-моему, знает каждый, как говорится, переулок, закоулок. Каждый грельефчик. И она на пречистинке не была, мне кажется, уже года два. Так что, мамочка, это видео будет для тебя. Это, конечно, я пошутила, потому что для тебя мы просто вместе прогуляемся пешком. Вот доходный дом. Точнее, его все равно называют доходный, понятно, что он бывшедоходный, сейчас этот дом живет. Он прям напротив деревьев. Ну, это день за тебя, зачем это делать? Сколько я проходила по пречистинке, у кладоходного дома всегда останавливаются и достаточно долго. Экскурсовод рассказывает, в общем, в группе, по-моему, каждый делает тонну фотографий. Я так понимаю, у людей, которые здесь прогуливаются впервые, это, наверное, самое впечатляющее здание. Вот у нас, как говорится, церетели. Да, и здесь вот немножечко обморили, почистили. Потому что, действительно, с каждым днем у меня пречистинка. Вообще, и Москва, конечно, становится чище, светлее и краше. Вообще, замечательно. У меня заканчивается карта памяти, поэтому это видео придется в любой момент. Если что, на всякий случай, видите, я вам сказала бы свидания, до новых встреч. Да, вот здесь уже вот армянские запутик арендавы. Да, вот это здание буквально недавно привели в порядок. О, там замечательные арт-галерия. И там очень часто, кстати, проходят неплохие выставки. Иногда действительно очень интересные выставки. Они небольшие, но стоит посетить. Ну, не говоря о том, что, да, там замечательные вещи можно купить. Ну, что, да, там замечательные вещи можно купить. Это я сама с тобой разговариваю, не обращайте внимания. Так это, что мне поговорить с умным человеком? Ну, так же, напирать, если его варки. Вот, что она сказала, что они уже есть. Да, вот это вот не так давно покрашено. Что-то сегодня прям столько машин великое. Все куда-то торопятся. Не знаю, там переделан они что-то, видимо, один другому. Наступить не может, не знаю, сынок. Так, ну что, мы с тобой уже почти пришли. Вот, вот я же говорю, что начали уже вот не только какая-то центральная улица, а все переулки. Вот здесь вот, да, было немножечко, как говорится, по-другому там был. Ну, кстати, не очень хорошо. Чем все скоро приведут в порядок, вообще будет просто волшебненько. Вот еще здесь, да, вот здание. Ну, вообще, я говорю, по сравнению с прошлым годом, сколько же здесь уже сделали вообще песни просто. Так, я опять разговариваю сама с собой, не обращайте внимания. Вот такая пожелательская пара, которая здесь, как понимаешь, живет. Как-то не обсуждают, да, что, скорее всего, это здание снесут, они будут реставрировать ночью, где там, не знаю, боже ли, реставрировать. Мама, давай перейти, пошли. Сейчас мы туда идем, еще чуть-чуть сейчас пройдем. Я знаю, сыночка, но мы дальше чуть-чуть там переходим. Или там нет уже перехода? Там нет уже перехода. Да ты что? Ну, значит, мы... Сейчас мы уже свое видео. Да ты что? Тебе так хочется булочку с чаем? А ты скажи мне, нет, мама, я хочу куриное куле. Ой, я все время так люблюсь заглядывать вот в этот двор поличный, честно говоря. Вот тут, когда проходишь мимо, запах сирения. Вот здесь вот, мы когда уже снимали, вот сейчас будут красть ограду. Скульптурненько все оградили. Значит, все меняется, с каждым днем в лучшую сторону, в общем, становится, говорю, еще раз повторяю, прям чище и светлее. Особенно, когда ты идешь в такой солнечный замечательный день. Счетная палата Российской Федерации. Вот, сыночек, правильно. А что это такое? Счетная палата Российской Федерации. Вот сейчас мы как раз выйдем к счетной палате Российской Федерации, раз, сыночек, мне задал. Такой, если честно, для меня очень сложный вопрос. Конечно, было бы гораздо лучше, если бы мне задал какой-нибудь вопрос в Пушкинском музее или в Точековской галерее. Но сейчас я поставлю уже как, не на паузу камеру, а выключу. И попытаюсь ребенку объяснить, что такое счетная палата Российской Федерации. Хюнтай, Хюнтай, Риклама, Хюнтай, Хюнтай. О, я уже в тот раз тогда, да? О, какая-то на стене. Здесь все так нравится. Между прочим, все напольные вот эти указатели, их разглядывают на самом деле все, не только мы. Смотрите, как здесь здорово. Честно говоря, я бы даже здесь выпила бы чашечку кофе. Ребенок хочет в кафе, в помещение. Все, пошла ребенку в кафе, буду объяснять, что такое счетная палата Российской Федерации. Для меня это очень сложный вопрос. Даже не знаю, наверное, придется спросить у Яндекса или Гугла, или позвонить бабушке с дедушкой. Ну, давай здесь перейдем. Я как-то буду ходить с телефона, буду снимать дома, машину. Продолжение следует. Продолжение следует...